Я рад приветствовать всех, дорогих братьев и сестер! Приветствую всех, кто присоединился к нам в прямом эфире! Надеюсь, что следующих 40 минут будут особенным временем для вас, потому что у меня есть слово, и я хочу проповедовать сегодня на тему урок Наимини. Есть небольшая книга в Библии, книга Руфь, и эта книга описывает историю одной женщины по имени Наимин. Как и в случае со многими другими библейскими именами, ее имя тоже имеет большое значение. Наимин в переводе означает приятное, красивое, красивое. Расширенный перевод говорит этого имени, что она благословенная. Вот уж родители радовались, наверное, когда родилась девочка, и они назвали ее таким именем. Ты красавица, ты благословенная, ты приятная. Сегодня я видел двух, и уже сейчас знаю, что трех деток, которых удочерили наши, усыновили наши братья и сестры. Я думаю, что будет время, мы помолимся о них. Но это всегда особенным образом откликается в моем сердце, когда христиане берут детей в свою семью. Знаете, есть два пути, каким образом Бог дает детей. Один естественный путь, когда папа и мама зачинают и рождают ребенка. А второй, когда Господь твое сердце расширяет и говорит о том, чтобы ты жил не только для себя, не был эгоистом, и чтобы ты взял того ребенка, который уже рожден, другим человеком рожден, но у него нет мамы и папы, он отдан просто в сиротский дом, или вообще непонятно, как служится его судьба. И ты можешь взять этого ребенка, потому что мы все однажды, мы все однажды были усыновлены, удочеренены нашим Иисусом Христом, потому что без Бога мы все сироты, мы все чувствуем вот этот сиротский дух оставленничества, одиночества, того, что я не знаю, как жить, куда идти, что потом, и страх будущего преследует каждого человека. Но Бог послал своего Сына, чтобы нас усыновить и удочерить, чтобы взять нас в свою божественную семью. Поэтому есть два пути, а второй путь – очень особенный путь. Ну, вот здесь мы говорим о Неемии, или о Наемине, точнее. Эта девочка родилась, и папа и мама назвали ее благословенная, приятная, красивая. Но потом, интересно, сложилась жизнь этой молодой женщины уже, она вышла замуж, у нее был муж хороший, благословенный, Елемелех, звали, имя ему было, и у них было два мальчишки, два мальчика родились, они вырастали, и в это время, когда они жили, был голод. Голод случался и раньше, и когда бедствие, когда голод, и на протяжении долгого времени люди ищут пути, как выжить. Так было и с ними. Они переместились, и они пошли в другую страну. Вообще-то они жили в Вифлееме. В Вифлеем иудейский тогда в то время считался городом, небольшое поселение. Это именно тот Вифлеем, где позже родится Иисус Христос. А еще за столетие до рождения Иисуса, он отмечен в Библии, и здесь история об этой женщине, о наимене. Они пошли в чужой народ, они пошли на поля Моавицкие и жили там. Ребята выросли, ребята женились, женились на девушках, которые местные, в моавитянках. Одну звали Орфа, другую звали Руфь. И прошло еще некоторое время, и муж ее умер, еле милех. Они похоронили его. Прошло еще немного времени, и умер один сын, а потом умер еще один сын. И вот она осталась вдовой с двумя невестками. Две невестки, никого больше нет, и она три женщины. Прошло десять лет с того времени, и она услышала о том, что в Вифлееме, в том городе, откуда она родом, есть хлеб. Голод закончился, жизнь налаживается, экономика восстанавливается, и она принимает решение, что я вернусь к себе, вернусь в свой народ, и в свой город, пойду обратно. И вот когда она идет, с ней идут две невестки, она останавливается и говорит, слушайте, у меня такие мысли, я-то иду в свой народ, а вы идете в чужой народ. Зачем вам идти со мной? Они остановились. Она говорит, у нас были хорошие времена, когда мой муж и ваши мужья были живы, когда мужчины были в доме. У нас были прекрасные, у нас такая память хорошая, у нас такая семья чудесная, наша большая семья, три семьи. Но сейчас мы одинокие женщины, и у нас нет мужчин. И я пойду, я пойду к себе, а вы возвращайтесь домой, в свой народ. Вы еще молодые, красивые, у вас еще все может наладиться в жизни, возвращайтесь к себе обратно. Они остановились, стояли какое-то время, рассуждали, вспоминали, говорили, написано, поплакали вместе. И вот одна из них, Орфа, она говорит, да, я, пожалуй, не пойду, я вернусь домой. Родственники мои здесь, я вернусь домой. А Руфь посмотрела на Наимень и сказала, 16 стих 1 главы книги Руфь, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне, Господь еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Смотрите, как интересно. Вот эти слова впоследствии человечество будет использовать в разных ситуациях, чтобы показать, что существует такое качество, как верность, как верность, как посвящение. Как посвящение, когда ты живешь не для себя, когда ты открываешь свое сердце, не закрываешь, а открываешь и посвящаешь себя, свой внутренний мир, свою жизнь другому человеку. А здесь просто свекрови своей. И она сказала эти слова посвящения. Это слова верности. Братья и сестры, хочу сказать, что Библия очень высоко ставит это качество. Выше всех качеств. На первое место, когда апостол Павел писал Тимофею, и он давал совет, каким образом людей привлекать к служению, он не поставил на первое место качество способностей или профессионализма. Он сказал, что на первом месте должна быть верность. Послание Тимофея, 1-я, 2-я глава, 2-й стих. Что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Прежде верность, потом способность. Я не знаю, как вы, но я не раз думал о том, что как хорошо было бы, чтобы люди занимались каждым своим делом. Чтобы были профессионалы на всех, на всех уровнях, во всех отделах церкви. Но, признаюсь, иногда есть удивительный человек, профессионал своего дела. И он так помог бы. Но его сердце не посвящено Богу. Его сердце не предано, неверное. И он хороший человек. Но в нем не развито, не раскрыто это качество посвящения. И апостол говорит, не бери этого человека. Потому что на каком-то повороте, на каком-то этапе он просто оставит все это. И пойдет чем-то другим заниматься. Ему что-то более интересное, выгодное предложат. И он просто оставит это. Бери сыновей и дочерей, верных, которые посвящены. И пусть они даже не такие профессионалы, но их сердце в Доме Божьем. Не раз я говорю, что Бог сильно благословил нашу церковь. Столько верных людей здесь. И ты один из них, я знаю. Те братья и сестры, которые стоят вместе с нами в том проекте, который мы делаем сейчас. Сейчас мы верим, надеемся, что через несколько месяцев мы закончим строительство или реконструкцию вот этого дома, который мы делаем сейчас для церкви, для Дома Божьего. Это верные люди, посвященные люди. Люди, которые сердце приносят, финансы приносят, время свое приносят. И в притчах Соломон говорит о том, что верный человек богат благословениями. Если ты верный, Бог вознаграждает верность очень щедро. Верность человека всегда очень и очень вознаграждается Богом. Так вот, Руфь, она оказалась верной, и она сказала, я пойду с тобою. Когда мы читаем дальше эту историю, то мы добираемся до того момента, что они приходят в город Вифлеем. И вот здесь, в первой главе, в девятнадцатом стихе написано так. Шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движении от них. И говорили, это Наиминь? То есть это вот эта девушка, которая была любима родителями своими, благословенная, прекрасная, красивая. Это Наиминь. И вот здесь, внимание, двадцатый стих. Она сказала им, не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Что? Она говорит, нет. Я скажу вам, я больше не благословенна. Я больше не та красивая, приятная. Не та, как вы знаете меня. За эти годы, когда я жила там, в Мааве, что-то случилось со мной. Бог послал мне великую горесть. Поэтому меняем мое имя. Теперь я не Наиминь. Теперь я Мара. Что в переводе означает, она разбита, она в горечи. Горесть, что означает, что она разочаровалась. Что ее жизненный опыт, он показал ей другое. И она в какой-то момент приняла все то, что произошло с ней, с ее мужем, с ее сыновьями. Приняла, что это Вседержитель, который просто послал ей горечь. И она как бы этим самым говорит, послушайте, я нет, я не то, что ухожу от Бога, но я по факту больше не верю в то, что я благословенна. Вот реальность жизни моей, посмотрите, какая я благословенна. Если бы я была благословенной, то я бы жила бы замужем, мой муж бы не умер, мои сыновья были бы со мною. Ни сыновей, ни мужа нет у меня. Вот какова я. Я, я, это однополь, я, это одногоречь, это горесть, это просто ужасно то, что случилось со мной. Я неприятное больше. Не называйте меня наименью. Я немного остановлюсь на этом, потому что думаю, что здесь есть, среди тех, кто слышит меня, люди, у которых есть или были, или есть подобные переживания. Вспомните, когда вы каялись, когда вы приходили к Богу, сколько любви, сколько надежды, сколько переживаний, добрых, положительных, сколько эмоций было у вас. Вы уходили с церкви или с богослужения, и вы говорили, Иисус, да мы с тобой, да у нас все получится с тобой. Иисус, да конечно, да ты так сильно благословишь меня. Да конечно, да, да, да все у нас с тобой получится. Глаза зажженные. Внутри столько энергии от Бога, столько вдохновения. Но если посмотреть через несколько лет на ваше состояние, какая-то обыденность, все слова уже как будто мимо пролетают, вы смотрите на себя и говорите, они молятся об исцелении, а меня Бог не исцелил. Я не знаю, кого-то он наверное исцелил. Пастор говорит, его исцелил, других людей исцелил, а меня-то не исцелил. Может быть кто-то из вас потерял близкого, родного человека, и вы с трудом пережили это, а глубокая боль или рана, она так и осталась, она вроде затянулась, а потом она снова дает знать о себе. Или вас уволили несправедливо, и вы считаете, что Бог должен был бы вступиться в эту ситуацию, но не было никаких проявлений со стороны Бога, так как вы понимаете, или вы любили, отдавали, посвящали, а потом вы наткнулись на предательство, на измену, и что-то просто разорвало вашу душу в клочки, и кажется, никто и ничто больше не в состоянии соединить ее снова. И когда посмотришь на тебя, то кажется, что ты уже не тот благословенный, что это просто заявление, это просто вот в Библии, а в моей жизни это не так. Так, я не наимень уже, говорит она, я Мара. Друзья, если я описываю какую-то ситуацию, и где-то внутри у тебя были эти переживания, эти мысли, ты гнал их, но ты говорил, я все равно от Бога не уйду, потому что все равно я Бога пережил, все равно я Бога люблю. Возникает вопрос, а почему тогда, почему это происходит с нами? Я отвечу на это, у меня есть три момента, которые я хочу выделить здесь, почему я думаю, это происходит. Но прежде я хотел бы, чтобы мы вместе с вами посмотрели на то, как Иисус описывает людей. Иисус стоит на земле среди учеников своих, и рассказывает им историю об одном сеятеле, иллюстрируя всех людей, разделив их на четыре группы, на четыре вида почвы. Помните? Он говорит, вышел сеятель сеять. И вот он сеет слово. Сеятель проповедует. А люди разные, принимают это слово по-разному. Есть люди, чьи сердца, можно сказать, они при дороге. То есть, сюда влетело, отсюда вылетело. Они абсолютно не фокусируют своего внимания на том, что здесь происходит. Им Бог нужен только тогда, когда их печет уже. Все, печет, дальше некуда. Боже, я к тебе. Это посеянное семя при дороге. Человек просто пошел дальше. Услышал, не обратил особо внимания. Ну, возможно, когда-нибудь перед смертью я помолюсь Богу, и Господь простит меня, кто знает, есть или нет. От жизни надо брать все. Сегодня я живу, сегодня надо брать все. И есть такая категория людей, которые живут здесь и сейчас, берут от жизни все, что могут. И греховное, и всякое все. И выгоду, и все. Это при дороге. Иисус говорит, это одна группа людей. А есть другая группа людей. Он называет их сердца, что это почва каменистая. Представьте себе, сеятель, каменистая почва. Он сеет семя, семя падает, но семя не углубляется. И описывая их, Он говорит, что это люди, которые слышат слово с радостью, тотчас принимают. Это может быть кто-то из вас. Когда вы слышите, о, да, пастор, это точно так. Аминь, да, да, однозначно, я посвящен, буду верным, пойду за Богом до конца дней жизни. Да, да, да. А потом в следующем Иисус говорит в 17 стихе, в Марка, в 4 главе. Но не имеют в себе корня и непостоянные. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Слышите, неглубокая почва, нет корня, не могут углубиться, они непостоянные. Сегодня такое настроение, я в Доме Божьем, я слушаю проповеди сегодня, я молюсь, я принимаю решение, потом у меня плохое настроение, я уже ничего не хочу. Я забыл, когда последний раз был в церкви. Так живут многие люди, непостоянные, неглубоки, у них нет корня. И вот здесь, друзья, очень важный момент. Третья группа людей, которую Иисус сказал, он сказал, что это семя, которое посеяно в тернии, это люди, которые суетятся, заботы века сего, очень много ответственности, очень много дел, то нужно, то нужно, то нужно. Они глубоки, они принимают, но у них руки не доходят. Это люди, которые говорят, завтра, потом, завтра я буду молиться, завтра я это сделаю, завтра я все исправлю, завтра, да, 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 но сегодня у меня просто аврал, просто куча дел, я не могу успеть. И четвертая группа, которую Иисус сказал, это люди, которые принимают слово, и они послушны, они исполняют это, и они приносят плод в жизни своей. Но я хотел бы, чтобы мы вернулись к второму виду почвы, это сердца человеческие. И вот они, три причины, почему я вижу, люди, они соблазняются, когда в их жизни что-то происходит. первая причина, она прямо на поверхности, Иисус говорит, камни в сердце. Что такое камни в сердце? Это боли, это обиды, накопленная усталость, предыдущий опыт, это то, что вы уже пожили какое-то время, и вы уже не каждому слову верите, не вверяете себя. И вот все это постепенно в какие-то такие твердыни образуются камни. И здесь очень важно оглянуться и сказать, Господи, я хочу, чтобы эти камни ушли с моего сердца. Добрая почва, она в принципе не существует просто так в природе. Это почва, в которой были и камни, которая была и в тернях вся заросшая, которая была утрамбована при дороге, но кто-то потрудился, взрыхлил, убрал все, все это, все эти сорняки и камни, и тогда эта почва стала доброй. Удобрил эту почву, так и сердцем нашим. Господи, я хочу всех простить. Боже, я не хочу быть пленником старых моих обид, или может быть какого-то опыта негативного, который просто меня держит в колее, выскочить не могу. То есть, первая причина, почему люди соблазняются или говорят, я больше не благословен, у них в сердце остаются неразвязанные узлы. Так было с Наименью. Она вернулась в свой город. Старые друзья, я, значит, только представляю себе, как они вечером сидят в чем-то доме, и они говорят, расскажи, Наимень, как у тебя дела? А у нее такое кистое лицо. Она говорит, я больше не Наимень, я горькая. Что случилось? Я похоронила мужа и двух сыновей. Ну да, но жизнь продолжается. Ну вот, кто-то с тобой рядом здесь. Да, это одна из жен моих сыновей. Да. И она вся горькая. Почему? Потому что она позволит этой горечи просто наполнить ее сердце. Камни в сердце. Вторая тоже очевидная причина. Здесь написано, что почва не глубока. Знаете, как я это слышу, как я думаю, что я думаю об этом? Я думаю, что здесь речь идет о том, что существуют разные духовные возраста. Что здесь перед нами младенец. Духовный младенец. Это очень подобно, как просто ребенок дома. Ребенок дома радостный, а потом мрази плачет, устал. Потом капризничает, не выспался. И папа, и мама понимают, что он ребенок еще. Он вырастет. Эти возрастные вещи, они все отпадут от него. То есть есть духовное младенчество. В духовном младенчестве происходит следующее. Человек думает о Боге таким образом. Если я благословен, ты мне все дашь. Чуть и не с неба свалишь. Просто я в один день, как в этих русских сказках, как Иванушка дурачок, там на печке лежит, потом там ковер, там прилетел, там что-то я в один день стану богатым, счастливым, женюсь на дочери царя, царевна придет ко мне и продолжает на печке лежать. И вот маленькие духовные младенцы, они вот что-то подобное в этом плане. Господи, благослови меня. Это означает, у меня сейчас все попрет, такое слово. То есть и финансы, и там всякое устройство будет, и жильем, и машина у меня будет хорошая, и вообще у меня все будет, все будет. То есть это младенчество, духовное младенчество. Если этого нет, реакция такова, я неблагословен, а почему, а почему я буду служить тебе, если ты мне ничего не даешь? Ну дай мне что-нибудь. И это все, знаете, через призму того, что это материально, это здесь. Очень хорошее слово сегодня Игорь сказал, что первые христиане с радостью приняли расхищение своего имущества. Странно, да, кто бы из нас мог бы с радостью принять расхищение своего имущества. Значит, у них что-то было более глубокое. Я скажу вам, они не были младенцами. Вот почему вам нужно церковь не пропускать ходить каждое воскресенье, потому что вы возрастаете в Боге, слушая слово, поклоняясь здесь ты возрастаешь в Боге, а иначе останешься вечным младенцем. Ты в церкви уже 10-15 лет, а ты все еще ребенок, бэйбичек. Вот так вот смотришь на Бога, дай, не дал, плохой, ммм, то есть, а почему? То есть, если я это пережил, значит, ты меня больше не любишь. Вот что-то подобное у Наимини было. Не понимала она Бога, не понимала она Божьих планов и целей. Друзья, у меня есть несколько примеров, я очень кратенько хочу сказать о некоторых героях в Библии, которые были очень зрелыми духовно. Иоанн говорит о том, что мы должны двигаться в плане роста духовного. Апостол Павел говорит, оставьте младенческое, оставьте, оставьте вот эти вот ваши представления о Боге и не только доброе принимайте, но в жизни все бывает. И смерть близкого человека, и не всякий человек по факту получает исцеление, мы можем комментировать это почему, но факты остаются фактами. И не отвечает тебе Господь сразу так, как ты хочешь. И это Бог, кто был советником у него. Помните, у Иисуса был брат, его звали Иоанн, Иоанн Креститель, непростой человек. Иисус о нем сказал, что самый великий пророк, это Иоанн, до него не было такого, как он, и после него не будет такого, как он. Я не знаю, как ты это слышишь, мой нос бы загнулся бы вверх, если бы я был младенец, я бы сказал, ого, аналогичных людей нету, я самый великий пророк. Иисус сказал, Божий Сын оценил так, подумайте, как он умер. Девушка молоденькая танцевала перед Иродом и угодила ему. И он сказал, что дать тебе? Она подбежала к маме и говорит, мам, что попросить у царя? А мама была злая, она Иоанна, потому что он обличал грех, она была в этом грехе, была злая на него. Она сказала, иди к царю и попроси голову Иоанна Крестителя на блюде. Скажите, внимание, сейчас, дальше, если вы не знакомы с Библией, например, для вас представление Бога и то, что должно было бы происходить, выглядело бы приблизительно так, вдруг гром, молнии, падают все в один миг, тут мертвые, а Иоанн выходит из тюрьмы, такой победитель, выходит и говорит, ну, конечно же, Бог наказал нечестие, конечно, и потом узнает, что, оказывается, они тут уже черту переступили, хотели голову его на блюде получить, но Бог тут же вступился, а Бог не вступился, а Бог не вступился, и я представляю себе, как какая-то группа людей, учеников Иоанна сказали, ребята, мы не туда попали, нам пора уходить, помните, там есть такая история, когда ученики сказали, что давайте мы уйдем от него, он такие вещи говорит, такие странные, радикальные, кто может, кто может слышать это вообще, кровь мою пить, плоть мою есть, вообще, пойдем отсюда, это не тот человек, они маленькие, духовно, у них их картинка, их мировоззрение, вот так должен действовать Бог, если Бог должен вступиться, а Бог остается Богом, а он по-другому смотрит на эти вещи, и вот здесь конфликт, друзья, мне очень понравилась мысль, которую сказал Иов, помните, этот человек был, ну, ни за что, фактически, ни за что, ну, можно сказать, наказуем Богом, потому что он потерял все имущество свое, и заболел смертельной болезнью, но когда вы откроете книгу Иова, то в первом же стихе идет описание, кто этот человек, этот человек был непорочен, справедлив, богобоязнен, и удалялся от зла, опишите мне такого человека среди нас, я скажу, о, это праведник, это праведник, непорочен человек, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла, никто не мог к нему какую-то претензию предъявить, что случилось с ним, за что его так Бог, за что, скажите, его так Бог наказал, потерял всех своих детей, потерял все свое имущество, одна жена осталась, которая пришла к нему и говорит, какой ты жалкий, несчастный, похули Бога и умри, а вот что мне очень понравилось, мне понравилась его реакция в 19 главе, он говорит так, а я знаю, искупитель мой жив, он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я воплотимой узрю Бога, вот, ваше внимание пусть будет на слове знаю, вера, когда ты не младенец, когда ты духовно вырос, она идет глубже того, что ты видишь, ты видишь разруху, ты похоронил своих детей, у тебя ничего нет, ты был праведником, это нелогично, это должно было бы быть с нечестивым человеком, почему со мной? Это естественный взгляд, но вера в Иисуса Христа, вера в Бога, она намного глубже, где-то глубина, она дает тебе, вы знаете, мощный фундамент, и ты говоришь, я не могу это объяснить, я не знаю это с разума, но я знаю это в духе моем, я знаю, мой искупитель жив, я знаю, будет последний день, он восстановит мою кожу, которая распадается сейчас, из праха, даже я, я знаю, что я умру, если так дальше будет, все, я умру, я буду прахом, пеплом, но он оттуда возьмет, это мой Бог, я не понимаю, я доверяю, я знаю это, это очень круто, это очень круто, у Давида есть аналогичная история, ситуация, вы знаете, в то время, когда был Давид, царство было разделено, народ разделенный, южное и северное царство, в одном царстве был военачальник, в другом царстве был тоже военачальник, у Давида был Иоав, звали его, в этом царстве северном был Авенир, Авенир был в конфликте с царем своим, там царь, там, это один народ, это как семья одна, то есть, одни заповеди, один Бог, и все общее, и у них отец один, и история одна, ну вот разделение, и Авенир, будучи в конфликте с царем, приходит к Давиду, и говорит ему, слушай, я знаю, что это от дьявола разделение, я знаю, что Бог о тебе говорил, что ты будешь царствовать над всем Израилем, и будет единое царство, и вот что я сделаю, я дам тебе, я дам тебе военную поддержку, давай мы соединим два царства, давай мы свергнем северного царя, потому что у них даже храма нет, это просто своеволие было, и все, давай мы соединим, и исполнится пророчество, я могу только представить, как Давид воспринимал это, о Господь, я столько лет бегал в пещерах, я столько страдал, ради этого момента соединения, чтобы соединение произошло, да, Бог мой, и вдруг, как раз перед тем, как это должно было произойти, вдруг, его военачальник, Иав, у которого было, также был камень в душе непрощения, потому что раньше Авенир случайно убил брата Иава, и он носил этот камень, он убивает Авенира, и все летит в прах, весь план рассыпается, а вот что говорит Давид, Давид, который мечтал о единстве нации, Давид, который заплатил высочайшую цену за это, чтобы это произошло, вот что говорит Давид, 3 глава 39 стих 2 книги царств, я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, я не знаю, какое я получил это слово, или откровение на это слово, я теперь еще, я теперь еще, это вера, это зрелость, это знание Бога, я теперь еще слаб, я помазан, я его сын, Бог на моей стороне, но я все еще слаб, сейчас только слаб, завтра я буду сильней, сегодня я проиграл, сегодня поражение, сегодня произошло то, что не должно было произойти, но это сегодня, вечером плач, на утро, или вечером слезы, на утро будет плач, или напротив, вечером плач, утром радость, Бог даст мне новый день, даст милость, Бог благословит меня, вот что говорит Давид, я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, друзья, хочу сказать о том, что наиме не так, наиме сказал, все, добрые дни прошли, это все в прошлом, я горькая, и все, третья причина, почему это происходит, потому что иногда дьяволу удается обмануть человека, я очень кратко скажу, как это было, в самом начале, дьявол приходит к Еве, и он говорит ей, Ева, ты голая, несчастная, ты вообще мало, ты ограниченная, ты ничего не понимаешь, ну это, это я так интерпретирую, но там написано чуть-чуть по-другому, он значит говорит, знает Бог, что в день, в который ты съешь, вкусишь, откроются глаза твои, и ты будешь как Бог, вы будете как Боги, будете знать добро и зло, посмотри на себя, посмотри какая ты, посмотри, знаете где падение Еевы было, она приняла эту мысль, точно съем, и стану Богом, и Адаму дам, и мы станем Богами, ах дьявол, удалось обмануть, удалось обмануть, и она берет, срывает, и это называется грехопадением человечества, что с Наименью, А Наимень говорит, я горькая, я горькая, я горькая, читаем дальше, книга Руфь, вторая глава, первой, второй стихи, кто-то мне нужен, Софа или Лена, придите сюда, пожалуйста, ну просто придите сюда, хорошо, смотрите, вот встань здесь, пожалуйста, читаем дальше, давайте чуть выше поднимемся, 21 стих, она говорит, я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками, зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Сидержитель послал мне несчастье, вот она стоит, я вышла отсюда с достатком, от какого достатка, голод был, тебя что-то, ты забыла, наверное, голод, ты вообще шла для того, чтобы как-то выжить, ну, я вышла отсюда с достатком, а пришла сюда, у меня ничего нет, никого нет, алло, Игорь, подожди, а это кто? А, да, моя Витянка там, а, моя Витянка там, не русская, подожди, так она же с тобой, она же с тобой, подожди, ты, ты вместе с ней, у меня никого нет, стоп, минуточку, что с тобой Наимень, минуточку, через три года вперед, история идет дальше, про, между прочим, вообще-то, это бабушка Давида, величайшего царя, прабабушка Иисуса Христа, ее зовут Руф, и она вошла в генеалогию Иисуса, и вся Библия, все люди, читающие Библию, знают, что она там, в хронологии рождения Иисуса Христа, минуточку, это, ты говоришь, у меня ничего нет, у тебя, с тобой, приходит такое благословение в поколение, Софа, спасибо большое, дайте аплодисменты, Софе, это супер, ты вообще, очень чудесно сыграла, моя Витяночка, вообще, очень чудесно, но, да, а ты бы мог в возрасте сыграть, но, у Наимени, в сознании, у меня ничего нет, вторая глава, у Наимени был родственник, по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елимелехова, имя ему, Воос, Игорек, ты мог бы сыграть чудесно, и сказала Руф, моавитянка, Наимени, пойду я на поле, и буду подбирать колосси, и дальше вся история, итак, первый стих, второй главы, после того, когда Наимень говорит, я Мара, я горькая, все плохо, мне Бог заставил страдать, я больше неприятная, неблагословенная, подождите, хронология идет дальше, а в Библии написано, не у Мары, логично бы сказать, у Мары был родственник, но Бог игнорирует, все вот эти вот вызовы, все вот это, Бог говорит, у Наимени был родственник, почему у Наимени, она же себя уже другим именем назвала, она может как угодно себя называть, Бог говорит, но я не отменял ее благословение, ее судьбу, она очень маленькая духовно, она видит благословение вот здесь, сейчас, она не смотрит благословение в поколение, которое я сделаю, это ее состояние сейчас, но то, что я сделаю с ней, она будет восхищаться, восхищаться, и она будет говорить, ой, я трижды Наимень, трижды благословен, я благословеннейшая из женщин, как я могла тогда близоруко видеть перед собой, конечно, это боль, утраты, но нельзя привязать себя к этой боли, нужно идти вперед, потому что у Бога есть план, и есть благословение, друзья, мое время практически вышло, я хочу, очень важно что-то сказать в конце, Руф 4 глава 14 стих, «И говорили женщины Наимине, благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и будет славно имя Его в Израиле, Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше, семи сыновей, и взяла Наиминь дитя сию, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою, соседи нарекли ему имя, и говорили, у Наимине родился сын, и нарекли ему имя Авид, он отец Есея, отца Давидова». Еще раз ваше внимание хочу, чтобы было обращено на очень важную деталь, сын родился у Руфи, не у Наимине, Наиминь, если честно, не имеет к этому никакого отношения, потому что Руфма Авидянка вышла замуж за родственника, она просто родственница, можно сказать так, но в глазах Божьих это по-другому, написано, у Наимине родился сын, знаете, как это называется? Это называется благословение вдвойне, незаслуженное благословение за все боли, печали, за все трудности, за все, что ты пережил, благословение, которое Бог дает, которое ты даже не ожидал, а как это возможно так? Как это возможно? И написано, она взяла это дитя, носила его в объятиях, была ему нянькою, и все в Израиле говорили, у Наимине родился сын. Давайте прославим нашего Бога. Спасибо.